беларусь опочка нам не надо у нас и бишь едет нам все бишь направлении право через западную длину нового полоска надо ли сейчас мост будет не спереди движем до перекрестка право уходим и мост надо будет видишь где ты ты надо поюзают он потухнет у нас же на встречку много выскакивание там четверо блядь садома разворачиваются у меня хвост до яночка как раз утро было какой-то праздник было 9 мая 1 мая что-то такое убить не хотел на тебе денег ладно так и разошлись сколько лет прошло 21 год когда я последний раз по этой дороге ехал даже двадцать с половиной вообще сегодня разу не есть ну там где-то еще платная дорога я студентам из ушла спасибо вам прости меня, родной, но я завтра уезжаю насколько, я не знаю, ты прости что поделать ждут друзья мне без них никак нельзя мне без них совсем карантин на дворе уже за двадцать значит надо собираться закупаться, загружаться и в поля сумасшедший, скажет кто-то по грунтке дать кому охота что поделать есть работа ждет земля только пыли с под колес ветер северный унес мы давно уже с тобой не дети только от звуки души шумы дождя и шорох шин будут сказки нам читать о лете только пыли с под колес ветер северный унес мы давно уже с тобой не дети и заезженный мотив шум мотора заглушил снова сказки нам принес о лете ты прости меня, родная ты прости меня, родная ты прости меня, родная ты прости меня, родная кто-то такая с вашего позволения я переодеваюсь нужно что в нормальных шмотках будет ulated и и и и и а и За знакомством! За встречу! За знакомство! Столько давно хотели встретиться вместе. Столько разговоров и наконец-то это свершилось! Уже весна пришла! Горяныч! Хороша! Мягенькая! Вообще шикарная! Это одна из лучших! Вкусная ладочка! Это одна из лучших! Российская! Которая дорогая наша парня! Обычно на рыбу не берут! Обычно дорогая парня! Да ладно! Тогда ребята ездили, опросили, чтобы Горянычу передали бюджет! Не позвонили! Телефонник написали! Соловок! Какого хорошего! Это русское молоко! Постоянно покупали в ресторане! Как называется? Высоком-высоком называется! Высоком-высоком называется! Какой-то полный лайф! Не включите на кассе сувенирной термофутболку! Ага! Какие вы дели? У меня! За пятерку не интересно! У меня! У меня это не интересно! А! Слушай! Димыч! А если взять его с собой в горку? Не! А что это тебе в горку? Катушку! Надо под ногу повести! Ну он тебе больше лезет! На осколки будет орать! Да! А если на скрин поставить! На какую глубину будет? Ну глубина в зависимости от объекта! То есть метр сорок или больше? На колпак он наверно не сорок еще! Если что-то мелкое! Ну то есть грубо говоря монетку! И так там какие-то кринетки! Ну 25-30 см! Ну 35 см! Если это будет каска! Ну до метра можно сказать! Если это будет кусок трака или люк от колодка! Естественно он будет орать! То есть все зависит от почвы! От мерилизации! Много факторов! Помнишь со столом? Когда мы ездили на Оренбанскую плацдарку? На воронку! Костыль-то нашел! Извините! Минак орет! Просто орет! Так чуть-чуть! Там огромная какая-то башня от танка! Яма огромная какая-то! Просто орет! В итоге костыль! Слаб! Грязь! Пробки звенят! Очень приятный звук! Слаб! Перегруз! На свинец видишь как? Очень большая масса металлов! Это чувствительность на воздухе, то есть мангал, видишь, он с метра сбирает. Можно поставить на пинг-поид или режим все металлы, он будет еще дальше брать. Земля есть, естественно, меньше. Ну, земля чуть гасит, там с вами реализация. Вот такие приборы. Очень полезная вещь в хозяйстве. Тогда сейчас погрузимся немножко здесь в лодке. Ребята поныряют, посмотрят, что там по факту. А мы с магнитом походим, потражим. 14-15 января 1944 года. Вот 235-й стрелковый полк. 144-й, да, 3-й ударная армия. Его закрыли. На полуострове, да, там ребят насажено много. А мы сейчас вот здесь, где-то основанное, да? Вот, вот как раз по перешейке. Это оперативная группа шевалерии. Плюс еще были удары бомбовые самолетами. Там вот если выехать на место, на этот полуостров, там плотность воронок местами через каждые 5 метров. Вот это примерно? Да, вот как раз. Вот прямо напротив. Вот, видишь, как бугорок такой. Там высоты, там такой бор. Местами низины с болотиной, а так сухой бор с основой. Высоточки. В принципе, даже если ради интереса, можно туда нести, посмотреть, проходить. Ну, здесь местные поисковики работали. Там вахты памяти проводили. Вот, к сожалению, не помню точно тогда. Но две вахты там точно стояли. И бойцов принимали прилично. Игорь, сейчас. Сейчас покажу немецкие очки с кутлярчиками. Заели, да? Да. Скажем так, в отличие от армии РКК, немецкий вермутт снабжался очень хорошо. И было масса всеразличных бытовых каких-то вещей, которые сопровождают солдатский быт. То есть, различные мази, глазные от обморожения, деколоны, зубные пасты и так далее. То есть, грубо говоря, называется бытовуха. Кому-то это не интересно, но на самом деле интересные штуки попадаются. Вот, скажем, обычный пузырек. Теперь можно не прочитать. Запаха нет, к сожалению. Вот, пожалуйста, вам медицинская принадлежность. Это фарманил. Что сохраняется, еще это и помыть. Ребята подарили, вот вам мазь. Ей 70 лет. Насколько она эффективна, я думаю, что нет. Но пользоваться, вероятно, еще можно. Это баночка-крем. Тоже можно попользовать, да? Да. Вот интересная вещь тоже. Такой вот кутляр из эрзац кожи и немецкие противопыльные очки. Вот резиночки уже не сохранились, но, в принципе, в достаточно хорошем состоянии, чтобы положить в музей или сделать какой-нибудь антураж. Не, мелочевка, но приятная, в принципе. Вот, тут даже видно, смотри. Смотри, сидишь, вкладыш. Видно? Зуб у нас. Слеги. Для кожи клемм. О, открыли. Тоже путает кладыш, да? Кладыш, да, бумага тоже. Вот такой быт немецкий. Любили они комфорт. Бывают гораздо более красивые надписи. Сейчас, подожди, помоем? Слав, посмотрите, что в пакетике лежит. Ну, это основание фирмы 1882 год. Крем. Это немецкий хаба. Косметика. Да, косметика. Ну, это фарфоровые колечки. Были они, грубо говоря, как гранаты наши отечественные. Если, как по фильмам, кто в армии служил. Металлическое кольцо было, да? Вырвал усики, разогнул, вырвал, бросил. У немцев были гранаты М24. М24, да. У нас точно граната. Толокошки. На длинной деревянной ручке. И такой, как кладушечка такая. С деревянной ручки на донце свинчивалось колечко. Клапачок такой свинчивался. Оттуда на шнурке вылезало такое одно фарфоровое колечко. Тоже колечко, да? Его вырывали. Удобно было браться. Да. Вырывали, кидали. Ну, и такая же задержка. 3-4 секунды взрыв. Вот сохранность немецких вилколожек называемых. Вот это выполнено в нержавейке. Фирма ВСМ. Ну, очень частое клеймо встречается. Вот 41-й год выпуска. Соответственно, вилка-ложка алюминиевая. Даже есть инициалы владельца. ВА. Вот штамп военной приемки. Ваффенамт, так называемый. Ну и фирма. Сохранность можете посмотреть. Это все из земли. Применяется до сих пор по прямому назначению. Очень удобная вещь в походе, на рыбалке и так далее. Много места не занималась. Да, много места. И легенькая. И легенькая. Ну и красивая. Опять же. 30-37 год. Ну и русские ложки алюминиевые. Заменитой фирмы КВ. Красного Бережиц. Да. Найти такую ложку с инициалами бойца с фамилией, это большая удача. Ну а остального мы вам показать не можем. Поплачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буерраке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром. И смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас. И бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но летные морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, отри, горючие слезы. Мы русские морозы. Рисоточка, вся изрезанная линия окопов. Трюкорчики, две пулеметных точки на краю. Вот там был поднят чешский пулемет ЦБ-30. Вот рожок, который я тебе отдал. Было два ящика с патронами в укладке. И, в принципе, вот на той горушке стояло орудие. Пак 37-мм. Но это легкая пехотная пушка вермахта. Очень похоже на 45-ку. Потому что на стрел гильз был порядка 50-60. Гильз было сброшено в ямки и прикопано. Но позиция пушки была. То есть они лежали вот в ту сторону. И дальше у нас окопы переходят через зинку поля, где мы заезжали. И выходят вот на ту высоту. Вот здесь зеленая высота поднимается к озеру туда. Сейчас там все запахано. Потому что после войны там было колхозное поле. Все заровняли. И, в принципе, ячейки стрелковые, окопы, все профиля сравнены. И, возможно, там даже лежат бойцы. Потому что здесь поднимали людей и в низинке вот в этой. Но там работать только уже с глубинником. Глубинник, длинный щуп. Ну, щупом даже пробить тяжело, потому что здесь камней много. В основном убивается профиль сразу. Глубинник-то по 2 метра до дна окопа. И по траншеи идете, мешанная земля. Там виден грунт. Ну, плотность другая, легкая. И по траншеи так идешь, и идешь до конца. Что-то попадется, может быть, что-то нет. Ну, пойдемте дальше. Помимо настрела гильз, встречаются боеприпасы. Очень частая находка. Вот, пожалуйста, вам пример. Наметная мина. Наметная мина. Пока вот эта мина, в принципе, она не опасна. Теоретически. Ну, это все как бы теоретически. Она не прошла канал ствола. Мы ее уже осматривали. Ну, один, на самом деле, один из самых распространенных боеприпасов, который встречается на полях сражения. Вот. То есть. Мина калибра 82 миллиметра. Под советского миномета. Вот. С взрывателем. МП-82. Вот здесь вот есть капсуль. Он не на коло. То есть, мина не прошла канал. Здесь пороховой заряд размещался. Вот. Вот такой картонный патрончик 12-го калибра здесь. Вот. Заряд здесь примерно 400 грамм тола. Выпуск 43-го года. Номер завода. И тип взрывателя. То есть. Бакелет. МП-82. Видно здесь. Часть. Вот. Центральный накольничек виден. Вот. Потому что вверх здесь немножко обломан. Вот здесь мембрана такая стоит. И, в принципе, ну, как бы, любой боеприпас, он несет в себе опасность. Поэтому обращаться надо с ними крайне осторожно. Вот. Вот. Это вот выкопал и оставил. Вот. Хотя такие вещи нужно либо топить, либо сдавать в МЧС на уничтожение. Ну, оставлять так тоже не дело. Потому что и подростки, и дети ходят, ну, всем интересно. Могут заложить в костер, могут просто нечаянно ударить. И, в принципе, она может сработать. Потому что если взять стукнуть, она, конечно, сработает. Вот. Если мина прошла канал свала, есть накольник, обычно они встречаются, когда она наклонена, хвост торчит из земли под определенным углом. То есть, вот так вот. Такие мины не рекомендуется вообще крайне опасно трогать. Потому что, в принципе, ее можно вытащить вот так вот. Там отходит соединительное колечко предохранительное. и накольник становится на былой извод. То есть, капсул детонатор, ты можешь ее перевернуть вот так в вертикальном положении, и она может сработать. Ну, шанс превратиться в корм для ворон есть всегда. Поэтому лучше не трогать. Потому что жизнь одна, и не стоит рисковать ради ржавого железа. Из-за своего любопытства. Да, любопытство иногда оборачивается очень печально. Вот два года назад был подрыв подростков в Смоленской области, вот точно на таком боеприпасе. Казалось бы, ну, когда люди уже долгое время работают, уже это видели сотнями. Немножко чувство собственной безопасности притупляется. И они не считают это запас. Можете кинуть, ногой пнуть. На самом деле, всегда важно помнить, что это очень опасные вещи. И при взрыве, то есть, у нас здесь живых никого не останется. Спит чугун, чтобы разрывало на мелкие куски. А так, конечно, земля насыщена просто очень плотно. Железом, причем железо опасно. Пожары, когда идут, тоже идут взрывы. Причем есть такая практика, когда, по своему незнанию, люди разводят костер и складывают туда несколько единиц боеприпасов, срабатывают, скажем, один. Да. Тоже снаряд там, например. Или мина. Три мины отскакивают и ставятся на боевой взвод. Ты идешь, о! Лежит сверху, красивая. Все. Непрошественное ствол, да? Как я посмотрел. Канол ствола не проработает. Взял и там потрес. Тенция у нас работала. Поэтому надо всегда относиться очень аккуратно. Лучше вообще не трогать. Как мы и обещали. Так, чтобы мы и лечим. Терри. 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 Если находить с аппаратом, здесь будет настрел, насыпь гильз, меткая гильза. Если поковырять, то здесь будет их полно, потому что аппарат здесь будет с ума сходить. Когда стоял пулемет, там настрел под ногами был массовый. Стандартный патрон, калибр 7,92, применялся как в винтовках с маузера, так и в пулеметах. МГ-34, МГ-49, то есть патрон универсальный. Видно? А этот 40-го года, похоже. Это уже сталь, да. 40 стоит. Но, тем не менее, получается, что эти патроны выпускались еще до начала Великой Отечественной войны. И даже до начала Первой мировой войны. Что опытные поисковики работают щупом по звуку удара. Когда он пробивает грунт щупом, создается... Ну, если он что-то находит, он может уже определить, что это камень, или это кость, или это корень. Что вполне реально. Просто по звуку определить, что ты примерно там под собой нашел. Ну, у каждого видна свой щуп. Тональность звука, да. У каждого свой щуп, который уже годами он использует. Я так до сих пор не могу понять, как люди определяют, что это корень, или это... Там получается система такая... Если ты один раз услышаешь, как стучит кость человеческая, то есть этот звук потом ни с чем не спутать. Рука запомниет. Такое своеобразное. Там корень, как-то он может покрутить, он вязнет. А здесь он тоже вроде как глухой звук, но он совсем другой. Ну, это надо один раз запомнить, потом не ошибешься. Когда один раз научился на велосипеде кататься, так и дальше будешь ездить. Есть старых эксакалов там, потому что массовые, скажем так, металлоискатели пошли у нас в 90-е годы. По первости пользовались это армейские миноискатели и МП. Знаменитые зеленые клюшки, которые крайне неудобные. Жрут батарейки. Он тяжелый, у него все неудобно ходить, нет дискриминации. Ну, и тогда это был праздник, в принципе. А раньше работали только на щуп. Поэтому вот даже есть старые поисковики, которые металлоискатель на дух не переносит. И, в принципе, по результативности все работает. Ну, эти ребята, я перед ними снимаю шляпу, потому что есть такие профессионалы, что за ними приятно смотреть, как они работают. Мы были в Калининграде, познакомились с ребятами. Ну, дяденьки тоже в возрасте уже. Под полтинник, под 60. Давно занимаются копом. И вот мы набили яму, то есть, ну, явно идут останки. Он говорит, здесь лошадь лежит. Я говорю, надо вскрывать, смотреть. Я говорю, а как? Я тебе говорю точно, это, говорит, не человек. Раз, 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 не точно. Видимо, лошадь павшая где-то была. Хотя потом, там где-то в метре уже и боец был. Но он сразу сказал, это, говорит, не человек. Как? Я до сих пор не знаю. То есть, это высший пилотаж уже, работа со щупом. Ну, все, опыт приходит с годами. В принципе, даже на поисковой работе, даже если находят бойца вермахта, естественно, никто его не бросает. Так же он будет собран. Пакет, если у него есть жетон, еще хорошо, еще лучше. Вот. И они уже уходят на те засторонения, где концентрируется только немецкий солдат. Это официальное захоронение. Немецкое правительство поддерживает финансовое это все. Народный союз Германии. Да, Народный союз Германии. И эти все захоронения, они очень красивые достаточно. Там все в немецкой культуре очень грамотно сделано. Каждое имя на гранитной кресте выбитое. Никакой там пропаганды нет. Просто, грубо говоря, стоит крест большой. Гранитный крест и большие списки. Кто захоронен? Ну что, пойдемте дальше. Здесь не надо никаких специальных приспособлений, чтобы в верховом слое найти патроны. В очень хорошем состоянии. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну там старушки говорят, полицай. Я говорю, да ладно, да, полицай, 7 лет отсидел в игре. Ну и что? А что ты такой полицай? Полицаем вначале стал самым авторитетным человеком в деревне и он был между двух огней, чтобы и местное насилие сберечь по максимуму, чтобы под минимальной репрессией попасть. Единственное, чтобы не были в обиде. И между партизанами и так далее. Очень сложная должность, скажем так. Да, это так. Выходами? Либо твоих грохнут, либо ты будешь крутить хвостом. Ну я спросил у бабки, а у вас как вообще? Ну говорит, здесь, конечно, партизан очень много, здесь немец винтовал по-страшному. Я, говорит, поздно вечером не успел домой, а там по минданский час, там и крупная международная станция вызывала. И, естественно, там партизаны постоянно рвали полотно, поезда потом впускали. Мемец злой был. И говорит, я что-то поздно опоздал, только до 6, до 7 вечера по минданский час. По-моему, полица стрелял несколько раз, еле огорода не пешла. Хотя он видел, реально, что я ребенок. В бане у нас была интересная находка. Поехал я там с одним товарищем, где вот вторая ударная полегла. Нашли несколько бутылок. Белое прозрачное стекло, жидкости примерно на треть была. Полузгнившая пробка. Мой напарничек эту пробку выковырял, нюхать не стал и просто полил, вылил. Мы думали, что это вода. Ну, просто полузгнившая пробка, вода попадает, грунтовая была. Ну, он просто вылюблен. И пошла какая-то безумная техническая. Пошел дым. Очень сильный. Вот, Димка, мы даже на видео снимали это все. Видео уже пространо все. На телефон. Пошел дым. Такое ощущение, что там была кислота какая-то наверняка. Мы стали землей закидывать. Пофиг. Пробивается. Видимо, техническая реакция идет, продолжает. И все это дым валит, валит, валит. Мы столько земли накидали. Ну, так и не помогло. Мы просто ушли. А что это было? Я так не могу. А что это было плохой птицей? Лететь над водой Зов проститься Молиться той Что сберегла крыла Криком помнить Изгибы стебей В лапах войны Пропеть о тебе Что сберегла крыла Что сберегла крыла 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 Продолжение следует...